Продолжение следует... Не делай такие ошибки. Ты слышишь, что-то не так. Либо ноты неправильные, либо знаки диезы. Понял? Играть без ошибок. Договорились? Есть ошибочки. Исправляй все ошибки. Играть без ошибок. Так. Играть без ошибок. Играть без ошибки. Первый. Как ты думаешь, где я её напишу? Между линеечками или на линеечке? На. На какой? На. Ра. Ра. На первой октану. Все. Вот это линейная первая октана. И если я вижу в нотах, вот на третьей линейной октана, смотри, это первого класса, самая линейная октана. На пенели я вижу линейную октану, которая обозначается и причиной, очень шумовый кружок этот, на второй линейной октану. Вот я вижу линейную октану, на второй линейной октану. Значит, это такая уже была линейная октану. Вы можете так посмотреть и сказать, что это линейная октана. А то линейная октану идет вверх от линейной октану между я. Совершенно верно. Получается, первая пьеска у нас как раз состоит только из этих двух линейных октану. Так, соль и я. На линейке, между. На линейке, между. Только тут есть ногти нет, их предмет на ровный предмет. А у нас фортепиано. У них специальность баянка, но это такая. Фортепиано. Поэтому теперь используется чуть-чуть слова, не пианино, а фортепиано. Предмет, который тоже называется фортепиано. Фортепиано специально. Фортепиано очень сложный инструмент. Мы нажимаем на клавишки, а там, видела, внутри что? Там молоточки ударяют на струны и избегается звук. И вот мы будем с тобой изучать вот эти клавиши, на которые мы нажимаем, чтобы появлялся звук. А все эти клавиши, все это тоже называется клавиатурой. Клавиатура, запомни, вот это вот поле, клавиш красивых, белых, черных, мы нажимаем. Я тебе записываю, уречка, клавиатура. Я тебе все запишу, хорошо? Слово фортепиано уже используем вместо пианино. И клавиатура. Клавиатура состоит из нот. Нотки у нас есть на белой клавише. И есть нотки на черной клавише. Сколько ноток ты знаешь? Знаешь какие-то нотки? До. Ре, ле, фас, ле, си, до. Умничка. У нас существует всего 7 ноток. До, ре, ми, фас, ле, си. Всего 7 ноток. Больше нет ноток нигде, ни в какой музыке. Но посмотри, сколько было клавиш. Каким образом получается у этих 7 нот, а клавиш так много? Потому что вся клавиатура делится на октавы. Октава это отрезки, одинаковые отрезки, в которых есть вот эти вот 7 нот. Дори мифа, си, си, до, ри мифа, си, до. Все время повторяются до, ри мифа, си, си. Но они звучат все по-разному, потому что у нас диапазон очень большой инструмента. Верхняя часть клавиатуры, в которой изображается, например, пение птиц изображается. Вот сейчас мальчик играет птиц, не кукушка. Или там какая-то еще птичка, щелечка. Нижняя часть клавиатуры, в которой изображается более массивная, тяжелая, или какие-то животные, или какие-то образы более крупные, тяжелые. И средняя часть клавиатуры, которая изображает человеческий голос. Мы можем повторять эти ноты. Вот я послушала ноту, я могу исполнить эту ноту с интонированием до, а вот эти ноты я сейчас не могу. Наш голос не может их изобразить. Так и вот эти. Сильно высокие и низкие нотки мы не можем изобразить голосом. Поэтому мы начнем изучение всей клавиатуры со средней ее части. Это середина клавиатуры. И чтобы понять, где же эти отрезочки, откуда, до каких, до каких, мы должны узнать, где находится нотка до. Нотка до. Знаешь, где находится или нет? Нотка до находится слева от двух черных клавиш. Смотрите, у нас две черные, три, две, три. Чередуются две, три. Так вот, если мы прям посерединке клавиатуры найдем две черные клавишки, слева по левую ручку от них будет нота до. Мы просто играем на ноту до. Правильно. А давай посмотрим, где еще нота до на клавиатуре есть. Еще слева от двух черных клавиш нотка такая же. Да. А дальше смотрим. Хорошо. А теперь встань, клавиатуре встань. И найди все нотки до прямо снизу до. Попробуй. Нажимай. Есть у нас до пианино до есть? У всех степок обычно сходить, а планируем. Это не до. Почему? Почему? Потому что сколько черных? Три. Три. Вот две. Нужно было нажимать правильно. Дальше правильно, еще не ошибайся. До. Молодец. Да. И последнее. Все. Тут должно быть три. Вот две, было три. Просто закончилась клавиатура и началась. Садись. Мы нашли все нотки до. Своя нотка идет за ноткой до. До. Ре. Да. Копит. 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 Все нотки. Давай все нотки. До. Ре. Вот они все три нотки. Они тут возле двух черных клавиш. Ре нотка до серединки. И мы. Получается. До. Ре. До. Ре. До. Ре. До. Ре. До. Попробуешь найти до реминина везде? А ну-ка давай с самого ночи. Вставай так удобнее. Садись. Вставай так легче. Хорошо. Называй. Называй. До. Ре. Говори. До. Ре. Молодец. Ре. Ре. Не. Не выворачивай вот так пальчик. Лучше вот так. Всеми пальчиками его не выворачивай. Так. Еще раз. До. Ре. Ми. Хорошо. Молодец. Дальше. Хорошо. Ты запомнила, где находятся лодки до реминина? Да. Хорошо. Ты должна это прямо запомнить. Твердо творчество. Слева двух черных клавиш. Мо-ка до. И эта троечка до реминина, потому что они находятся вокруг двух черных клавиш. Какие потом нотки? Фа. 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 Давай фа и соль возьмем две нотки, потому что они составляют как бы одно слово. Какое слово они составляют? Фа. 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 После до реминин, запомни, идет фа-солька, мы кушаем. Фа-соль. Тут где три черные клавишки. Фа-соль. 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 Ну-ка, найди фа-соль везде, пожалуйста. С самого низа. Фа-соль. Хорошо. Да. И тут тоже есть. Давай-давай. Вот, да. Фа-соль. Молодец. Следующие, посмотрите, какие нотки еще две есть. Ля-си. Ля-си. Как ты думаешь? Где нотки? Если вот это у нас фа-соль, потом идет ля-си. Если фа-соль у нас здесь, то следующие две. Ля-си. По эту сторону трех черных клавиш. Ну-ка сыграет здесь ля-си. Ля-си. Ищем дальше. Ля-си. Да. Не надо. Давай внизу найдем. Снизу по этой ля-си. Да. Хорошо. Да. Хорошо. Молодец. Вот они у нас тут есть. Значит, получается, что вся клавиатура у нас состоит из ноток. Ду-ре-ми. В курсе повторяется фа-соль, которые также повторяются в разных октавах. Ля-си. И опять. Ду-ре-ми. Фа-соль. Фа-си. Ду-ре-ми. Фа-соль. Фа-си. И так далее. Одно и то же. Только тут верхние регистры. Нотки высокие. Там низкий регистр. Басы. А здесь средние регистры. Но повторяются они тяжело. Поэтому всю клавиатуру мы делим на октаву. Каждая октава своими словами. Начинаем изучать вот эту октаву, которая находится над педалями. Вот они педальки. Вот одними берем нотку до. От нотки до до до. Берем вот этот отрезочек. Он называется октава. Это перша октава. Друга октава. От нотки до до нотки до. Третий. Четверок. Возвращаемся. Першую октаву. Вниз идут. Малая октава. Левая октава. Вторая большая октава. И в самом низу. Контур октава. Вот и все. Мы поделили всю клавиатуру на одинаковые отрезки. В которых какие нотки. Вы ранее посоветовали. И начинаем изучать. Першую октаву. Первую октаву. Она находится над педалями. Мы только в этой нотке начнем изучать. И здесь и на этом мы расширимся. На вторую октаву. На малую. И так далее. Уже скоро мы и на вторую чуть-чуть пойдем. И вниз чуть-чуть пойдем. Но вот это самые главные нотки. С которых мы начнем учить. Все. Потому что ты первый день, да? Хорошо. Пиши на класс. Я хочу еще поделиться. Корешу. Идем прямо. Прямо обиденчик. Мой обувь шоколадку, обувь йогуртку. Выбирай. Идем прямо. Идем. Хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...